Но мы-то надеемся, я лично, надеюсь на три карты, а там уже как пойдет. Три набора, нет, два набора, все-таки по гранату. Нави довольно быстро и активно занимают пространство перед дугой и двигаются в сторону шорта, зига, и тут сейчас будет выход на пески. Ну, снова у нас, да, активности по точке Б, так часто происходит. Вот она атака уже, заходящая на мясо, там арка, Просулс с дуалами, береттами, забирают двух, но дальше еще и регали не пройти эфиру, после убийства противника остались только в составе команды Нави Джуниор, Монеси и Погорелов. Близко регали, там уже пи-обзор тоже подошел, мне кажется, что это баня, это мясо, оно не просто так называется на этой карте, потому что именно здесь и произошло самое жестокое, что не наесть мясо, и из него надо как-то еще выйти двум игрокам Нави. Она не понимает, что мид тоже, наверное, был в поджеме, потом и не рискует пока что показываться на этой точке. Погорелов сто хоповый, есть на него надежда, по крайней мере, хеллспойнтов достаточно, гранаты у Монеси, смог флешка, Погорелов пока угол не щекает, убивает на хеллпе, так, а почему не раскрылся второй оппонент, по нему сейчас нет информации, два в два уже ситуация довольно острая, Пепзор все еще не показался, Пепзор играет до Талова, а его здесь просто не дочекали, и Пепзор в итоге ставит точку в этом раунде. Такой, одного убил взглядом, другого слоктя просто зарядил уже близко. Красивый, конечно, момент для Пепзора, кстати, его не было так много, как хотелось бы, наверное, самому Пепе на карте оверпасс, но там уже команда справилась, и сейчас Пепзор тоже включается, уже пистолетный раунд, отличное начало, ну и Нави снова придется догонять. Правда, уже дистанция будет не такая большая, но главное на эту самую дистанцию противника не отпустить еще на старте этой карты. Регали покупает себе скаут в этом раунде, Нави не покупали в принципе вообще даже ни одной там гранаты, чтобы выйти, пока пообщаются, наверное, похалдят, и главное сейчас не отдаться фармикам, а их два. У команды Fnatic Ryzen это MP9, UMP45 от Киева и Просуса, соответственно. На центре карты показались оппоненты, откидывает HE-шку, сейчас регалии отходят поглубже. Нави перегруппировывается. Все-таки очень красивая карта Ancient, но структурно она еще... хочется, чтобы была немножко доработана. Очень хочется в ней немного реворка. Под дугу стягиваются ребята из Нави Джуниор. По расположению Fnatic Ryzen это 2-1-2. У Пепзора позиция на хелпе. Ну и Пепзор откидывает плешечку. Есть информация, Нави Джуниор начинает заходить. Видите, кстати, сейчас будет фри-бомба, это неплохо для Эко с Глоками. Ну и дальше пошел фармить Просус. Неплохо, Просус идет дальше, наваливает, забирает одного, забирает второго. Уже можно сейчас еще третьего подкопать. Но, правда, уже с Юспиком он добивает в конечном итоге. А Унгер один остается против всех. Но, опять же, здесь ты особо, наверное, и не дождешься каких-то плюшек, да, в данном случае. Потому что никого не убили ребята из Нави Джуниор. Трофейных девайсов также нет. Это 2-0. Это 2-0. АВП нет, это скаут все-таки у Регаля. Все еще АВП у Моноси с другой стороны. Ну и 4К47 на руках. Довольно много гранат. Погорелов там единственное, что почему-то без гранат. В данном этапе. А, он, видимо, дропал АВП, что ли? Да. Скорее всего, так и есть. Я дам префлэш сон. Давайте послушаем команду Нави Джуниор. Молос сотни. Дэмброс. Когда молитский, наверное. Упор охрану. Гори, 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 упор. О, не езжу. Упор. Я с дымсот. Дэмбани дайте. Я бан. Дэмсот не идут. У меня нет. Варвауну. Я пикаю. Я к тебе иду. Я в тюрьме. Да, я попытаюсь сейчас вернуть скаут с одной. Я в тюрьме. Берем пока 6. Я красный. Один ушел с Б. Сашмит еще дал. Идите на Б. Два Б. А, у них пачка. Они поменялись. Пачка у них. Пацаны, идем на Б. Да, да, да. Идем на Б. Где типы могут быть? На Банане. Но нет, светлое и темное. Светлое и темное. Светлое и темное. Я ближе. Да. У меня есть флеш огонь. Можешь флешку? Тюрье огонь двое. А темное дать. А темное флешку дать. Огонь и флеш могу. Да, давай. Огонь и флеш. Я могу дым дать. Дым дать? Да. Дым дать левый? Да, моло. Да, давай дым. Да, флеш над тобой. Бум. Я слеп. Скаут лупит. Светлое и красное. Нычка осторожна. Дочекай нычку. Дочекай нычку. Нету. Светлое и красное. Хорош? Я красный. Все, занимайте позицию. Я флешил? Я флешил? Забрал тюрьму. Подшевает? Да, да, да. Я вошел. Тюрьму убил. Хорош? Я в топу. Еще. Я в топу. Я в топнул. Он в тюрьму зашел. Я его обхожу. Он забрал ган. Звук? Калаш дил. Он идет. Я обхожу его. Ой, много, конечно, было движений в этом раунде вообще на карте Эншент на точке Б. И, казалось бы, попытка классная. Флешка полетела там на выход из тюрьмы, да? Опять же, вы знаете сами, что по-разному команды называют разные точки. Сейчас карта молодая, еще там нужно обкатать и как-то прийти к одному названию разных позиций. И что хочется сказать, что да, вышли хорошо, попытка классная, минус два опорника. По сути, из-за одной флешки там все это они смогли развернуть. Но, с другой стороны, поставили бомбу и потом уже слишком уж активно сыграли они против Зига. Ребята из команды Na'Vi имеется в виду, потому что было преимущество, была позиция. В принципе, можно было не пушить. Да, можно было не пушить. Зачем было заходить в Зиг, не совсем понятно. Да, он сделал один минус, но потом погиб опять же. Даже после этого минуса можно было остановиться. Да, там, в принципе, есть куда-то идти. У тебя вот эта небольшая арка, право-лево, да, и ты можешь занять такое расположение, что твой тиммейт будет байтить за тобой, а ты просто стоишь за углом. Ладно, это, конечно, наша аналитика из кресла комментаторов. Понятно, что мы не так хорошо можем разбираться в том, что происходило в раунде. Хотя мы слышали ребят, и они не договорились. Опять же, если бы был какой-то колл, да, там, например, от капитана, что ребята поставили бомбу, все, стоим, ждем. Они выбивают. А так, нет, уже вольные художники были наказаны. Только что линейкой по рукам получили. И пока это 3-0 в пользу команды Fnatic Ryzen. И этот Эншн стартует так же, как и все остальные на турнире, потому что защита у нас доминирует. Но пока начало. Понятно, что мы не будем делать поспешных выводов на зиге. Активность. Теперь обзор. Аункер, ну, это подарок на самом деле. Второго, правда, не прочитал Аункер, но Моноси сыграл на размин. И вот добывается преимущество, которое можно конвертировать в выход на точку B. Там никого нет у команды Fnatic Ryzen. Но об этом, понятно, не знают Моноси. И нужно подождать еще банан. Но это дает время для перетяжки Киева, который уже на светлой, как сказали ребята. Светлая, темная, лево, право. И короткая, длинная, как хотите, можно называть эти позиции. Светлая тут по понятной причине, темная тоже в тени. У нас это правый выход, если смотреть со стороны КТ. Я не совсем могу понять, почему они стоят. Есть же флешки-молики. Дайте на хелпу флешки-молики и зайдите. Все, вас отрезали смоком, вы сейчас ничего не сделаете. А тут уже два игрока, на самом деле. Тут уже два игрока, сейчас будет три игрока. Ой, флешка хорошая залетела. Да, смок под флешку, там все было четко. Слепые на хелпе игроки. Регали даже не смог внедрить свою снайперскую винтовку в этот эпизод, потому что сложно. Там слишком хорошие углы для банана. Ну и да, мы сейчас вот, хоть и Na'Vi у нас не выигрывают два раунда, хотя, возможно, это должно было произойти после предыдущего. Но в целом мы наблюдаем за тем, насколько важна вот эта раскидка под флешки на точку B при занятии этой позиции, при выходе агрессивном через мясо. Сложно защите как-то отворачиваться, сидеть, может быть, за углами для того, чтобы не получить эти флешки. И потому в том числе некоторые проигроки пишут о том, что разработчики, мап-креаторы, измените Ancientу точку B, потому что сложно держать как защите, такие атаки после установки бомбы. Полное погружение в игру. Полное погружение. Полное погружение. Полное погружение. Что, ребята, какие ваши прогнозы на сторону? Сколько раундов в атаке возьмет Na'Vi? Ставьте цифру в чат. От одного до... Сколько у нас максимум может быть? До двенадцати. До двенадцати уже, да, понятно. До двенадцати. Да, от одного до двенадцати максимум какое количество раундов Na'Vi возьмет в первой половине? Да, тут нужно сразу ронять экономику противника. Регали играет СВП, есть MP9, Аук от KST постоянный, который он пытается внедрить на точку А. И, наконец-то, кстати, мы посмотрим на опорника здесь в работе, потому что Na'Vi нацелены на выход. Флешка от бортика. Дальше Аункера классно выпускает, на самом деле, хорошая раскидка. Молотов и Смог на хелпу. Заставляет еще это идти к KST. И тут все четко, на самом деле, сложно против этого спорить. Там только через Смоги залетает. И первый, и второй минус, но, правда, это размен. Киеве! В Смоге еще и находит Монеси. Как у него это получается? Черт убери! Очень важно сейчас отыграть плюсово для себя постплан ситуацию. Хотя мы видим уже, с точки зрения живой силы, здесь преимущество у команды Fnatic Ryzen. Ну и очень важный угол у Аункера. Синикс просматривает проход через мид, а Ункера чекает. Это было легко. Падает Синикс не может Нави удержать эту постплан ситуацию. Фир делает два минуса. Забирает третьего! Четвертого можно закопать! Фир делает квадрокилл! Это второй раунд для Нави Джуниор! Посмотри, какое спокойствие и хладнокровие! Но я думаю, что внутри сейчас просто происходит огонь, пожар. Но как же плохо, как же плохо, я не побоюсь этого слова, было разыграно численное преимущество. Это ситуация, да. То есть не численное, а позиционное. Фир молодец большой. Давайте еще раз посмотрим. Как только он убивает регали. И МП9, там слишком смущенная игра, но она уже побоялась такого фира. Родион, лидер команды Нави Джуниор. И да, спокоен, но не внутри. Однозначно там могло вылетать уже сердце из груди. И важный момент для данного состава, потому что эта атака сейчас на эншите забирает себе второй раунд. У противника нет экономики. И тут же устанавливается пауза. Правда, если честно, я не посмотрел, от кого. Неважно, в общем-то. Может быть, даже от тех же Нави, чтобы или фнатики могли там потушиться, потому что такой раунд, видный, для себя они проиграли. Уже, конечно, эншит нам этот показывает, что будет очень вязкая контактная игра на близких перестрелках. Такая уж карта. Тут дальние могут быть, по сути, только на подходах к точке. А если будет играть защита аккуратно, но, с другой стороны, на центре тоже могут быть активности. Но там сложно выйти атаки после первичной раскидки от защиты. Так что, в основном, это будет контакт такой под флешки, под жесткие выпады, моменталки и сосмаков, конечно же. С точки зрения, конечно, раскидки. Да, отмечаем работу Нави. Очень классные. Схематично раунды смотрятся крепко. Ну, то есть, заход на А, ты видишь, что все зоны отрезаны, флешки летят. Все очень и очень... Ну, смотрится легко, да. Да. Действительно, это правда. Но, опять же, мы понимаем, какая огромная работа была проведена и сколько часов за спиной в Counter-Strike у этих ребят. 3-3. Смотрим на закуп. Сейчас у команды Fnatic Ryzen. Прошлый раунд был экономический. Сейчас мы видим полноценный бай. Дефьюз китов нет, но при этом более-менее все неплохо по гранатам. И главное, что у Регали есть снайперская винтовка. Да, Регали здесь нужно проявлять себя на точке B. Он, понимая это, направляется на банан. На зиге снова активность от команды Нави. Понимают они, насколько важно здесь занимать близко. И в целом у нас так действуют многие коллективы, которые играют Ancient. И тут уже ты Руфайра с Мак-7 не встретишь. Да. На первых парах, в общем-то. Это потому легко заходы такие происходят у нас. На первую арку, на самом деле. И там, кстати, может встретить еще и Пепзор. Ой, это было опасно. Моноси показал себя с АВП дальше отойти на центр. Его только сейчас готовятся занимать подмолики и флешки команда Нави Джуниор. Оставить Фьера здесь или же все вместе выйти на центр. Бублик только что отрезали с Маком. И мы видим, что команда Fnatic Ryzen крайне закрыто играет. И вот Пепзор, например, с точки B смотрит заход через центр. Жмется дуга под А. Да. Вот сейчас важный момент. Ой-ой-ой, какие тайминги могут быть? Вот Погорелова замечает. Он тоже сообщает о том, что напрягается данная точка, так что нужно уже принимать решение команде Нави Джуниор. Вот этот смог, конечно, неприятный. Вот Fnatic Ryzen. Ну, время еще есть, Саша. Но проблема в том, что да, какое решение. Так время есть даже на А уйти. Ну, тут просто вот, что дальше. Но сейчас же тоже понимает Fnatic, что их увидели, да. Ну, третий перетягивается на А. Значит, B не читается. Окей. B не читается. Берем, берем свои слова назад. И регали, понимаешь, это вообще флешка там будет какая-то. Нет, даже без нее. Фир выходит и забирает процесса. Тут не был слепой, на самом деле мы это видели. Фир занимает светлые. И регали играет на Погорелого. Но бомба-то стоит на самом деле. Фир не отпускает регали после фейла с АВП. Дальше выход от P-обзора. Размен. 3 в 3 ситуация. P-обзор красный остался. Отойти бы. Нет, P-обзор пытается рисковать игрой с АВП. Киф на размене. KST не уходит уже от снайперской винтовки Моноси. Остался Киф. Активно ищет перестрелки Нави. И Fnatic может это не простить, на самом деле. Куда идет сейчас там Киф? Нет варианта взять раунд. Он должен уже крутить ногу, подбирать снайперскую винтовку и уходить. Тут уже, да, без шансов. Fnatic ставит точку. 4-3. 4-3. Нави выходят вперед, и они смогли стабилизироваться после каких-то неприятных моментов в начале этой карты. Но сейчас мы видим совершенно другую картину. Нам читают другую историю. И ребята набирают свое за атаку. И вы сами знаете, насколько сильна Нави Джуниор за КТ на Эншенте. Это не просто мои слова. Это уже они подтвердили на деле. У нас на чемпионате, потому что именно за КТ сложно против этой команды играть. Когда Монеси добирается до снайперской винтовки в центре. Когда Аункер помогает по всей карте. В общем, такие... Защитные редуты очень сложно пройти. Но, опять же, тут атака, которая снова легко выходит на ЗИК. Это интересно. Смаком закрываются выходы, возможные от контртеррористов. Там два игрока у нас находятся от команды Fnatic Rising. Но Нави пока полностью контролирует ход этой карты. Понятно, что играет против пистолетов, но все же. Очень аккуратно. Фир находит Киева. Там была очередная агрессия. Нет, это на центре показался у нас капитан команды защиты. И тут же поплатился за это. Какая карта, спрашивает человек в чате? ДАС-2. Вторая. Третья. Как? Нет, ну это вторая. Нет, ну, в общем-то... Вторая, при том, ты не сказал Эншент, ты сказал вторая. Под актуальным счетом, ребята, есть у нас, во-первых, логотипы команд. Кто пикнул карту, Оверпасс, Эншент и ДАС-2. И про Асус находит Аункера. Монеси, кстати, получив даже хэдшот, ничего не парился. Нормально сыграл против обидчика своего товарища Регали. И за тотемом, ну, тут сложно, конечно, что-либо придумать. Остался последний КСТ, он пытался зайти в спину, но нет. Монеси. Хочется посмотреть, как Na'Vi будут использовать вообще мид. Как они будут проходить мид. Хочется посмотреть выходы на А. Пока видно, действительно, что довольно много и активно ведется работа под базой Б. Ну, опять же, понятно почему. Потому что ЗИК, контроль вот этой тюрьмы, как называют ее Na'Vi, это, безусловно, важная, да, стратегическая составляющая атаки на карте Эншент. Но вот все-таки давайте, давайте, ребятки, на А сходим еще разок. Как-то сплитанем А, не знаю. Ну, тут сплитовать А тут, по сути, только через там... Понятно, что через этот бублик, он же... Он же Тотем, они его так называли, да? Да. Мы слышали это от них. Я думал, Монеси дальше пойдет с Авеком, на самом деле, удивляет опорника, который там откидывал Молик под точку А. И может, вместе уже с Погореловым сыграют. Четыре под ВС сейчас вообще у Na'Vi, смотри. Да, и против ЗИГа они хотели сыграть. Там, кстати, была снайперская винтовка Регали, но уже на А выпускают Погорелова? Вау. Там у нас в пирамиде находится только KST. Прососа потеряли, это был ЗИГ на точке B. Сейчас можно вообще бомбе... Ну, она, вернее, даже не на руках у команды Na'Vi, но, тем не менее, забирать ее стоит Монеси и перетягиваться. Ой, Пеп, Зор, Фира выигрывает один на один. Важная перестрелка для защиты. Так, ну здесь уже 4 в 4 так-то, и у Na'Vi все их преимущество теряется. Да, стоя B, но дело в том, что Илья должен забрать бомбу и уйти на B. А там же у нас Погорелов сидит на А в углу, и это проблема команды Fnatic Ryzen, потому что они туда же перетягивались как раз с оглядкой на это, то, что уже заслали своего казачка Na'Vi, и думали, игроки защиты, что это будет занятие точки А. Но тут на B выход, а Ункер на ЗИГе, Пеп, Зор за ящиками. Но Ункер дальше не пойдет, это слишком рискованно. И Погорелов находит KST. Там по всей карте просто у нас происходит экшен, и на точке А важный минус. Ну и понимает уже Fnatic Ryzen, что это захват на точку B. Регалис АВП показал себя, но Пеп, Зора потерял без поддержки. Cynix неплохо отрабатывает против снайпера вражеской команды. Киев последний тоже не смог выйти. Cynix хорош в начале Ancient. Попадает, есть важные минусы. И агрессию на выпадах, на ретейках своих соперников именно он пресекает. А может быть такое, что Fnatic Ryzen не знают просто карту? Нет, как не знают. А вот на Organization GG все ребята и все стримеры знают карту Ancient. И, конечно, ее регулярно играют. Дым на мираже дают, в окно нормально попадают. Попадают. Там вообще попадаются очень такие крепкие стаки. Конечно, иногда попадаются слабенькие, но вообще весело. Очень разнообразная аудитория, много всяких персонажей, разных персонажей. Много стримеров, стримеры против стримера рубятся. Много девчонок играет, реально много. Я не знаю, я, наверное, первое впервые за много времени. Вот я начал играть активно в доту, в доте часто встречаются девчонки. Но чаще, я так понимаю, они еще и молчат, потому что ввиду неподобающего поведения некоторых молодых людей. Но вот прям часто встречаются. И после того, как я начал играть в доту, я параллельно где-то там приблизительно тоже начал играть на Organization GG. И именно на платформе много стримеров, девочек, которые стримят. И девчонок, которые играют в стаках, тоже достаточно много. То есть там, это ж вы можете как бы как зритель, да, поиграть со своим стримером в команде. Ой, какой свитч, аункер. У него свитч! Это было очень опасно. Это было очень опасно. Кажите его доктору. Ну ладно, там только пистолеты, там по пикселю. Моноси прошелся. Да, да, все. Идет пока что по плану команды Na'Vi Junior. И вообще, по поводу платформы ты вот сказал, проговорил свой монолог. Вообще, это очень важно, что создается не только возможность и самому начать стримить, но и создается комьюнити стримеров, которые знают друг друга. Да, да. Это очень важно. На самом деле, я в последнее время вот ты сказал про Доту, я обращаю внимание на Апекс. Сам довольно много играю и смотрю турниры. И это, наверное, самый дружный коллектив из проигроков, из стримеров именно в Апекс. Прикольно. Там ребята, которые уже по 3-4-5 лет знают друг друга, еще с Warwatch'а пришли, и сейчас они играют на про-уровне в Апексе. И у нас, на самом деле, вот именно русскоязычная комьюнити очень сильная. И как по игре, и по тому, как они относятся друг к другу. Прикольно. И этого иногда не хватает и Доте, и где-то КСу нашему любимому. Но нужно учитывать, что это больший объем комьюнити. То есть больше людей. Ну да. Понятно, что здесь больше персонажей, в том числе интересных некоторые, которые по-разному ведут себя. Тут попытка сыграть уже в плюс от команды Fnatic Ryzen хотя бы в плюс что-то. Но не получается дойти до девайсов. Все погибают. И Сеникс снова минус 3. 8 на 4 играет. Включился? Да. Ну, нужно было именно ему включиться, уверенность обрести. Потому что вы помните, как начиналась карта Overpass. Его постоянно вырубали на точке B. У него был счет 2-16. И сейчас, да, действительно нужно отрабатывать. Потому что, ну, кто знает, если сейчас Na'Vi не проходят, вот, например, на наш LAN-финал, то могут быть изменения. Дисбант? Ну, не дисбант точно, но никто не исключает, что могут быть изменения. Ну, могут быть, да. Но, опять же, по игре, честно, в таком составе и для первого, наверное, ивента, да, скажем, очень добротная и крепкая игра. Не знаю, видит ли здесь господин Карн усиление своего CS-состава. Но, опять же, мы знаем, что там новое приобретение прямо сейчас произошло. Как и здесь, приобретение для Na'Vi – это размен. Моноси делает минус. Na'Vi заходят, Na'Vi Junior заходят довольно уверенно на базу. А? А почему 2 ВП в атаке? Что? Это как это? Он подобрал? Ну, отобрали, очевидно. Там регалии имеют АВП. Ну, странно. Тут, на самом деле, уже сложнейшая ситуация для защиты. Не выбивается такое, когда три игрока, которые на центре тусуются. Хотя, ну, разве что это зависит от агрессии команды Na'Vi Junior. Если они уже первые там полетят, но вряд ли это произойдет. Команда проиграла первую карту, хотя пыталась комбетчить. И сейчас она за атаку набирает уже 8 раундов. Ну, спрашивают тут тоже ребята по поводу сильной стороны. Ну, вы же понимаете, что это довольно такой вопрос ситуативный. Но точно Дефенс здесь чувствует себя комфортнее, чем атака. Это факт. И то, что сейчас показывают хорошую атаку Na'Vi, да, это говорит о том, что прежде всего это подготовка, да, крепкая, сильная подготовка. И, возможно, где-то недоработка уже команды Fnatic Ryzen. Спрашивает человек, будем ли мы комментировать игру. Нет, конечно. Чем мы еще здесь будем заниматься? Мы сюда пришли не для этого, не для того, чтобы комментировать игру. На эко-раунде. Нет, конечно же, стоит этим заняться. Сейчас у нас важнейший момент. Это снова бай, опять же, команды Fnatic Ryzen. Мы наблюдаем за тем, как они все еще стараются препятствовать Зигу. На самом деле, там в очередной раз появляются два игрока. Да. В начале раунда вот они хотят принять эту первичную дуэль в раунде. Но Na'Vi постоянно по одной и той же схеме работает. Это откидывается Molix, Mook. На Зиг потом уже близко подойти, прочекать центр, например. Но, кстати, Fnatic могут вспомнить о том, что на миде можно для себя очень много территорий выиграть. Но они пока играют именно на этой позиции очень далеко. Там оставляют, по сути, одного Киева, который еще и без АВП. Тоже, кстати, примечательно. И все. И Na'Vi могут пользоваться этой позицией как плацдармом для атаки на оба плента. Выигрывает вагнную дуэль для себя Просу. Забирает вообще даже не дуэль. Это была дуэль против двоих. Можно сказать, даже неравноценная. Но все-таки угомонил его Погорелов. Тем не менее, 3 в 4 ситуация. И у нас проход, судя по всему, будет на базу B. Синих сконтролирует дугу. Забирает Пеп Зора, который решил подпушить 30 секунд до конца. Какая информация сейчас для Fnatic Rising? Это очень интересно. Они втроем укрепляют базу B. Неплохая хаешка пошла на дугу. Регалия, возможно, под флешечку будет выпускать своего тиммейта. Также флешка от Fira. Нужно поставить бомбу. Наверное, все меньше и меньше времени. Есть, кстати, тоже смог. Ставится. По пятой точке Киев настреливает, убивает. В итоге это 5 секунд до конца этого раунда. Раунд уже не берется. Какой фейл? Какой фейл? Ну, наверное, было бы логично в такой ситуации разворачивать штаны свои в сторону бани или тюрьмы. Так, чтобы с 90 не убили их. Но, понятно, там все было на последних таймингах. Ребята там не разобрались с собой. Ну да, чуть-чуть не побежало. Бывает такое, это не проблема. И 8-4 Fnatic наконец-то смогли на точке B. Почему? Потому что там, в принципе, больше всего у них было проблем. Это касается не только просто холда карты, а и выбивания довольно сложные. И Na'Vi, да, проиграли раунд, но в экономике не просели. Я думаю, что по морали тоже. Они сейчас диктуют свои условия. И часто происходит так, что они оправляют первый минус. Но вот Моноси на размене сыграл. Против него Рикали после падения KST. Пока что один в один. Вот просус активности против аункеров смог на зиге. 55 хп остается у Евгения. Довольно активное начало. И центр за командой Na'Vi Junior. Обзор поджимается на банан. Хаешка на самом деле... Ой, как она полетела неудачно. Флешка там от Киева тоже там куда-то залетела. Но точно не против Синикса, учитывая, что он близко находился. И над ним она подрывается. Просус дальше держит зиг на себе. И неприятные тайминги для аункера. Еще и Синикс не смог разменять. Господи, что происходит? Вылет! Феррари пик на Синикса. Просус убивает еще одного. Рикали отрабатывает по Погорелову. Последний остался Ферр. И Na'Vi разваливается в этом раунде. Капитан отыгрывает за всех. Видишь, уже второй раунд подряд сейчас проигрывают. И при этом в этом раунде все было довольно неплохо. По положению на карте Ферр приходит на базу B. Пытается установить бомбу, но ему кив этого не дает сделать. Пятый раунд для Фнати Крайзен. Денег у Na'Vi достаточно. Они будут, конечно же, покупать. Но, опять же, тут, как мы видим, вопрос в решениях. Решение ли Просус оставить шорт и давать ему там много спейса? Ну, пока это выглядит как действительно такое решение, которое помогает найти проблему, решение проблемы, которая была перед этим. То есть именно вот этот контроль Зига, вот этой тюрьмы. То есть все, они отправили туда Берсерка, который просто там разваливает. И реально Просус, ну вот я его отметил в пятерке игроков нашего ивента, да, вот как лучших. Одного из пяти. И он, ну, он хорош. Он прям так оправдывает. И учитывая то, что это немец, да, то есть в целом. А немецкая сцена нам, ой, как давно не дарила вообще сильных игроков. Мы сейчас давай с тобой попытаемся вспомнить, кого мы кроме Тапсона можем вспомнить за последнее время. Ну, такого яркого. Ну, то есть это Тапсон, все, больше никого нет. Нет, ну есть по уровню, да, и которые подходят Тир-1, но, опять же, так, чтобы именно Звезда, то нет. Конечно. Ну, Тапсон можно сказать, что он Звезда. Да. Ну, Звезда и команды своей, и в целом немецкой про-сцены. Это однозначно так. Один из лучших стрелков, и многие равнялись на него, и продолжают равняться. В этом плане Фьер. Ну, Хе, конечно, неприятные, но главное, что он раньше еще сюда не подошел. 61 хп остается у Родиона. Занимается снова Зиг, и это команда Navi Junior, которая постоянно влияет на эту позицию, проходят или нет. Вот в чем вопрос. Они пока что не спешают играть на точке Б. Бомба под ней же находится в двери. Монеси забирает ее. Там, кстати, у нас три игрока. Сейчас у Фнати Крайзен. Понимают ребята, что у них больше всего проблем было именно там. Флешка на банан. Монеси к этому готов. Попадание было! Но просто не отпускает его. Дальше война против Синикса. Понятно, что нужно было уже до последнего оставаться, потому что не уйти никак. И он как настоящий воин принял эту смерть. Но пепзор. Дальше врыв на Синикса. И снова бомба на земле. Погорелов далековато. Но главное попадает. Переходит. Это обычно у нас игрок команды Navi Junior, который отвечает за холл точки А. И, кстати, об этом тоже может знать Фнатик. Там же Погорелов постоянно был у нас по дату. Возможно, это Б-выход. Раз он уже оказался у себя на респауне. Но все еще не спешат Navi Junior. Это 23 секунды до конца этого раунда. Подсадка была на ящике банана. И перетяжка под А. Очень поздняя. Но там один игрок. Это Регали, который через пирамиду встречает. Убивает одного ункера. Дальше нож. Его не наказывают за него. Пытается дальше еще выйти. Айвик Погорелов! Отличная работа. 6 секунд до конца. Он успевает поставить бомбу 2 на 2. КСТ Киев против Погорелова Эфира. Подсадка будет на дерево. Подсадка, брат. Это можно по самому роду. Можно отморозиться. Все. Отморозился. Погорелов забирает КСТ. Но нельзя ошибаться. Постплан ситуация. 2 в 1. Это вообще первый класс. Первая четверть. Да, все четко. Девятый раунд забирает команда Navi Junior. Но очень тонко. Вот этот вот Регали, который был здесь в этом храме. Но он там наломал на самом деле. Это, кстати, как он сыграл на А с Айвиком, говорит о том, что он нечасто, в принципе, заходил на Эншент. Вот как он открылся с ножом, попытался отойти, потом репикнул. Тут вопрос в том, что на таком тайминге, скорее всего, противники вряд ли выйдут из ЛП, то есть справа его части. Они будут действовать только через куб. И да, логично было бы остаться справа, как-то может быть. Но пытался удивить, видимо, Регали после первого минуса отойти, потом еще выйти с другого угла. Но Погорелов хорош на самом деле. Его мы отвечаем, потому что его снайперская винтовка подобранная сработала в плюс для молодых рожденных побеждателей. Сейчас они играют свой последний раунд в этой половине против не так закупившихся хорошо, как хотелось бы команде Фнатик. Регали, правда, с авиком, ой, попадания не было у нас. КСТ никто на дереве не чекает над собой, убивают он. Ункера Погорелов тоже падает, Регали сейчас же отключают еще одного КСТ. Там дерево заколдованное какое-то. А как так? Притом, ты видишь, наилучший сценарий для Нави, то, что снайпер промазал. Это лучшее, что могло случиться. Очевидно, думали, что в этом одно стоит, но и тиммейт, если и находится, то разве что где-то возле Бублика, возле того Куба. Но вот он, КСТ, португальский опорник команды Фнадик Райзен. Фир остался последний. У него, кстати, нет бомбы, она выпала, и это печальная история. Родиона. Да, сейчас слышал его Просус, да, я так понимаю, да, Просус играет. В Бублике ему уже подошла халпа в лице КСТ с трофейным МАКа 47-м, но эфир пойдет через мид. Будет дуэль, вероятно, против Пепзора. Опять же, Пепзор там угол держит, не должен ромахнуться. Я думаю, что Фнадик заберет шестой. Так и есть. Ну, не знаю, насколько это хороший счет. Сейчас, конечно, важно Na'Vi просто продолжать играть в свою игру. В том смысле, что сейчас команда Фнатик будет в атаке играть очень дико. Ну, в том смысле, что нелогично, нечитаемо, непонимаемо и так дальше, и так дальше. Они вообще в целом, они в целом любят играть в такой Counter-Strike. И это касается не только карты Ancient. Но по ощущениям Ancient у них действительно не так, скажем, подготовлен или не так хорош, как, может быть, даже мог быть. Да, но наверняка же тренер разбирал мапу команды перед… Он же понимал, что Na'Vi здесь могут пикнуть эту карту, да, то есть там они ее не забанили. Просто меня смущает еще момент, что Фнатики, как огня, просто боялись центра. Мы привыкли на Ancient, что защита, имея неплохую экономику в раунде каком-то, занимает middle. То есть играет агрессивно через смог направо с выходом на зиг. Да. Но этого не было. Не было, да. На центре мы увидели в исполнении команды Fnatic Ryzen. Это одного Киева, который далеко там в окне стоит и пытается просто как-то не умереть. И не пропустить никого в свои покои. Ну и все. На этом заканчивалось. Потому мне пока сложно оценить защиту команды Fnatic. И так, наверное, хорошо, что они взяли шесть раундов. А на каком мы сервере играем? Я что-то не понял. Возможно, на немецком? 35 пинг под 40 там. На немецком, думаю, играем. Может, немецкий. Да, тут нужно прочекать по процессу, на самом деле. Если у него лучше пинг, чем у всех остальных, то это немецкий сервер. Ну да, но опять же, теоретически, он может и не в Германии находиться. Но неважно. 9-6, поехали смотреть. О, послушаем TeamSpeak. Давай, я сделаю. Смок окно постовой. Смок окно. Слэш, могут как у нас пиздик делать? Пиздели, возможно. Я в тотем. Тихо, я в храм. Ты в храме? Я тогда баню забрал. Вид один. На шесть бежит. Мне кажется, тотем будет. Запрыгнул Зик, два! Это наш пиздик. Два, Зик. В четвертом бою, два короткого. Зик запрыгнули, два тихо. Я светлого смотрел, все единицы. Сун, если чем, мне суппорти, окей со светлой? Отпикал. Два типа. Я дыма. Я беду. Я с тобой сдал. Я дыма дал. Смок полюб, наверное. Я банд. Я на двойки. Наш пиздик делают. Еще два банд. Дай, двойку. Дай, двойку. Пожди. Не вижу. Ставит. Ставит один. Я один стенка. Стенкой ставит. Наш пиздик сделали, пиздец. Это не наш пистик, это наш пистик. Это мой пистик вообще-то. Это вообще-то твой пистик, да. Я вообще-то месяц назад его придумал. А, да? Это Сашин пистик вообще? Или мой пистик? Шутки в сторону, но это пистик, в принципе, наверное, 90% команд, которые неплохо играют карту Ancient, учитывая, что B такой план, который, в принципе, сложно держать с успиками. Да, и тем более экзекьютить шорт, вот там вот зик, тюрьму с глоками вообще изи, я когда смотрю на вот этот кроссфайр, окей, там он с ЦЗшкой, второй с Юспиком, то есть я понимаю, что они там стрелки, что это все, да, оно имеет место, но я вообще не верю в Юспи в ближней дистанции, да на любой дистанции, особенно когда вот средняя, ну то есть не знаю, тут такое. Может это чей-то пистик из чата? Напишите, пожалуйста. Чей пистик вообще-то напишите, была ли ЦЗшка чья-то там еще, кто сыграл вообще с ней? В общем, сейчас напряги на точке А, Погорелого там уже нашли, через храм никто не перетягивается, Фьер, в смаке неплохо, одного еще и второго забирает, там это была бомба, но на регале не пройти, молотов на хелпу, и на самом деле тут нужно еще и неплохо подкрепать нервы противнику, потому что кейст остался красный, это калаш команды Fnatic Ryzen. Как сыграет регали еще, который только сейчас выходит из хелпы, ой-ой-ой-ой, как все опасно может быть, у Моноси есть скаут, и он смотрит, я так понимаю, спину, и спину пытается зайти просос. Ой, какой тайминг! Его только отпустил Илья! Да-да-да, важный минус, и сейчас уже пытается загнать. Нет, не получается! Аункер, я отменю Синикс! Убивает по одному, и регалий остался последний, и сейчас нужно Румыну спасать свою команду. А там уже перетяжка, на самом деле, от Аункера, тот действует через храм, и у него будет неплохая позиция, даже если у Синика... Нет, не получается! С Аункеру перейти, и, в принципе, по Синиксу есть инфа, регалий! Попадает в эту голову, но, с другой стороны, Синикс пытался выйти на размен, и позиция была от головы шикарная, просто не попал. Тут скорее вот этот в храме человек недоиграл чуть-чуть. Это кто был? Кто был? В храме у Фнатик Райзен? Не-не-не, у Аункер, по-моему, это было. С кем они оставались? 2 в 1. Аункер, который перетягивался, он взял себе маг десятый, но тут видишь, что тайминги неплохие для регалий. Он только вышел сюда смотреть, и там уже оказался Евгений. Ну, неплохая попытка, действительно, от Нави Джуниор. Конечно, они могли забирать себе этот раунд, но что поделаешь? Сейчас будет эко, и уже с прицелом на следующий, который будет девайсным. Спрашивает парень в чате, по нашему мнению, какие назвать самых многообещающих снайперов из Академок. Ну, я вам скажу так, что на самом деле, вот прямо сейчас на этом сервере два, по моему мнению, два самых многообещающих снайпера. Да. Так, тут неплохо. Аункер делает минус по KST, но опять же, Пепзор влетает с маг десятка, забирает двоих. Сеникс попытался сделать рефраг, не удалось. Ну, и остальные пока не соло нахлебавшие. Услышали Просуса, и была под него информация. Просус наваливает в смачок, и находит в итоге Погорелов его голову. Ну, и один в три ситуации для Погорелова. Конечно, можно попытаться здесь вытащить какой-то, выжать максимум, но нет, два минуса всего зарабатывает на этом экономическом Нави Джуниор. Так вот, по поводу снайперов, ну, естественно, это Монеси, да, и он тут вообще по статистике выступает лучше всех на ивенте в целом. Ну, и второй снайпер — это, конечно, Регали. Также мы отметим Торжи от Маус Спортс, но, опять же, если выбирать между Торжи и Регали, я бы, наверное, пикнул Регали. А что касается команды BAG, то у них снайпер не настолько стабилен, там вообще были проблемы со снайпером. Да, там... Что касается NIP, то же самое. Тоже там есть снайпер, он довольно неплох, но это вот не Регали, да, и не Монеси. То есть, все-таки, если говорить о лучших снайперах, то, наверное, вот эти двое, которые сейчас находятся на сервере. В Регали сегодня, тоже, согласись, не самый лучший матч показывает. То есть, так... Да. Все-таки есть от него... Он, может, лучше. Контакт от команды Fnatic, подходят они уже по точку B. Близко, банан, флешки полетели. Синик, слепой, просто, как это все дела? Защищать непонятно. Его Регали отрывает. А Ункер на второго не хватает, но красного певзора оставляет. Но как же до него дойти на рефраге? Там слишком далеко находили все остальные из команды Navi Junior. Feer дал поставить бомбу. И за колонной пытается выживать. У нас один игрокоманды Fnatic. И как же тяжело, на самом деле, вот только что... Поставил бомбу, все, ты никуда не уходишь. А есть два смока. Смотри, есть два смока у Navi, но нет диффузов. Это проблема. КСТ открывается, нет рефрага. Есть рефраг, Моноси забирает. Есть информация о том, что оппоненты закрыты здесь, в этом кубе. Ждет дугу Моноси. Нет диффузов. Время играет сейчас против Navi Junior. Пытается Моноси просто отморозиться. Прикрывает его погорелов. Моноси до конца дефюзит. Без диффюзов. И, судя по всему, успевает. Я не вижу, что там с кнопкой. Так, успевает. И все погибают у команды Navi Junior. И команда Fnatic, играя вот так вот просто и незамысловато, действуя в пятером через дугу, получает для себя супервыгодную ситуацию. И в конечном итоге все-таки ее проигрывает. И Navi Junior без диффузов берут раунд. То, о чем мы и говорили, что как защите, так и атаке тяжело удерживать беплент. Даже в такой ситуации видим, что два игрока находятся у команды атаки в тюрьме. Бомба стоит как бы. Они могут, конечно, там пытаться нашивать ее. Но они ничего сделать не могут. Но надо выходить со смока. И это, кстати, часто происходит. И да, именно этот плент нужно дорабатывать. Но Navi этим воспользовались. Вышли на 10-9. Это хорошее дополнение. Но все еще были деньги для покупки калашей у команды Fnatic Ryzen. У Navi там активности в начале раунда через центр были тоже. Но сейчас уже ребята отошли. Это касается Фира, который там Моноси помогает занять эту позицию. Погорелова снова раскидывает на А. Флешка. Не было захода. Никто не топает. Погорелов может тут пока что сам оставаться. Тут еще и на Моноси. Выход неплохо. На кубе разбирается с ним пепзор. И Погорелову сейчас нужно как-то спасать свою команду. Потому что выход там очень грязный. Убивайся. Нет, не получается. Еще и пепзор. А Фир зашел в спину. Пока что хладнокровно не убивает. Одного второго. Косит. Нет. Регали тоже на развороте. Тоже рефраг свой оформил. 2 на 3. Все же команда Fnatic добралась до этого плента. Поставила бомбу. Регали уже не дает выйти ни Аункеру, ни Синиксу на куб. Они не смогут попытаться даже сделать свой ретек. Это 10-10. И на близкой дистанции команда Fnatic очень опасно. Вот только что мы получили подтверждение этого. Как же они заходят? Да, и видишь, они играют в простые раунды. Я ожидал что-то сложного. Каких-то ползаний Трайхардов. Но уже вот минута 10, да, они открыли А базу. Перед этим такой же быстрый выход на Апленд был. То есть на Бпленд, простите. И да, не ищут сложных решений. По крайней мере на этом отрезке дистанции. И счет 10-10. Пока ничего не ясно. Ясно только одно. Сейчас он на Ви Джуниор и экономический Моноси на Коцалтам. До красного своего оппонента. Тут подсадочка в миде. Как же не залетает. Коварные пули. Виртуальные пули. А Ункер с Синикс остаются вдвоем против пятерых. Естественно, раунд вряд ли возьмут. Но какие-то, может быть, нанесут потери своим оппонентам. Экономического характера не удается. Здесь Ункеру сделать минус. Синикс также выходит на центр карты. Пытается эймить в голову. Попадает по одному. Можно забрать Троуа. Нет, Регаля здесь неумолима. 11-10 и команда Фнатик во второй раз в игре выходит. Первый раз это было в пистолетном за первую сторону. Сейчас они опять выходят вперед спустя много-много раунда. А именно 21 раунд. И сейчас на ваших экранах 22. Смотрим за закупкой Нави. Фьюр купил, я понимаю, снайперскую винтовку. 5900 потратил для Моноси. Должны они поменяться. Без АВП пока что атака себя чувствует. Очень даже неплохо. Это тайм-аут от рожденных побеждать. Включается Амиран, Рихвеашвили. И Фнатик Райзен решили сыграть. Ты знаешь, я вижу, что они уже не первый раунд. Просто в месте, куда ты выходят под смоки близко, под флешки врываются на контакт. То есть у них нет такого, что они широко разбредаются по карте. Пытаются абсолютно все законтролить. За ручку просто идут, выходят на позицию. И это получается. У Нави, конечно, по экономике все в концовке может быть неоднозначно. Нужны какие-то геройские раунды. Без них будет очень тяжело тащить. И нужно начинать с этого. Нужно, во-первых, прекратить набор экономики соперника, у которого и так там 6000 у Регали того же, у Кива. Ну и укрепить себя там. Готовится поджим через точку А. Монеси плюс Погорелов. Это может быть довольно интересно. Погорелов получил Молик, сразу пошел направо. Монеси смотрит через дым. Через дым от Молотова, конечно. Но пока нет близкой дистанции. Фнатик вот как раз в этом раунде решили действовать по всей карте на дефолте. По сбору информации оставили одного бойца под Б. Одному в Зиге, второй смотрит А. И двое занимают еще центр под Смок в окно. Но Фнатик очень вязко действует. И это неприятно, потому что вы закрыты. Вы минимум получаете инфы о сопернике, потому что дают они Смок один в это окно. И потом ты не знаешь, как они сыграют. Но Монеси, если что, встретят куб. Но вот по Зиге информации не было вообще. На банане, подсадка просуса тоже очень грязно может сыграть. Вот сейчас нетипично действует Фнатик для себя. Нетипично по сравнению с предыдущими раундами, конечно. Высушивают. Высушивают, да. Максимум будут здесь трейхардить. Использовать таймер. Ну, у Na'Vi по расположению мы видим 2-1-2. Монеси здесь... Что это за смок? Кривой смок. И попали. Но там флешка, благо залетела для команды. Нет, через эти смоки проходит у нас один игрок. Это Пеп Зор, который может зайти навстречу к Фиру. И кто кого в этой ситуации. Понятно, что есть неплохой угол для Фира, но Пеп Зор должен тоже его прочекать. Фир сам двигается. И в этом движении он погибает. Ай-яй-яй, как же это обидно для Родиона. Уже 5 на 4, а выход тут еще и на Погорелова. Точка а горит сейчас. Флешки были. Погорелов одному забрал тут же спина. Пеп Зор сбривает его Монеси. Только одного. И спина уже в спине. КСТ. Какой важный минус на дистанции против Ункера. Последний остался Синикс против КСТ и Киева. Бомба поставлена. Напоминаю, что у Синикса нет диффузов, но, возможно, они где-то на пленте. Хорошо играет сейчас двойка игроков на Тик. Они пошли в одну позицию вдвоем. Да, то есть, что мы видим? Мы видим то, что нет времени. Совершенно. Один минус пошел. Второго слева не читает. Ой. Ой, а там нервы. А диффузов нет. Он не успевает. Или успевает. Не факт. Не факт. Мне не совсем понятен выход от капитана. Успевает. Нет? Да, нет. Нет. Буквально полсекунды не хватает Синикса, чтобы взять этот раунд. Как же хорошо сыграл на самом деле. И как же там нервничали, да, Фнатик, Райзинг. Хотя вот вроде как казалось, два игрока через куб. Бомба стоит на вас. Как бы бомба не диффузится. Да. Там смоков нет, чтобы закрыть какую-то позицию. Только хае полетело. И тем самым Синикс уже спалился, как он будет действовать. Непонятное решение капитана. Зачем было пушить? Тем более Моноси, скорее всего, сказал о том, что прошли мид. Там был кривой смок. Были флешки. Его изолировали. То есть он должен был сказать об этом. Эфир пошел, видимо, собирать инфу. Но по факту в этом надобности не было. Ну, то есть вы же держите углы. Все там. Ну да, отдали зону. Ну, так вы за нее и не файтились так-то. Ну, ладно. Сыграл, как сыграл. 12-10. Нави позади. И тут мы видим уже в каких-то определенных нервных ситуациях. Команда Фнатик находится на высоте. Под себя кидает смок Аункер. Мак седьмой, кстати, был в зиге. От Аункера в этом раунде он не сыграет. Потому что противники уже всем скопом просто наваливаются на точку B. На площади это и все в смоках. И только Фир может дойти до каких-то внезапных минусов. Может быть удивить. Монеси тоже вместе с ним выходит. Одного забирает. Ну, а дальше Погорелов. Два минуса. Неужели третий? Нет. Армора. И за счет этого, конечно, выигрывает данную перестрелку КСТ. Но бомба-то лежит. На самом деле Монеси. Выпад на КСТ. Красный. Он остался. Но все же перестреливает Илью. И да, вот были бы 1-2 армора у игроков команды Navi Junior. То могли бы даже этот раунд потащить. Хотя казалось бы, что все окей. Уже вышли на точку. Смоки раскидали. Фнатик Райзен. Но довели до белого коленя этот раунд. Очень нервно. Все происходит. Фнатик играют прямолинейно. То есть это занятие постоянно тоже зига. На центре какие-то смоки сначала в окно. Потом более позднее через бублик. И у них это получается. Для меня вот я смотрю сейчас, как играет Пепзор. Понятно, что и убивает много. 21 на 16. Но при этом от него очень много исходит позитива по карте. Потому что многие свои перестрелки, ключевые, именно Пепе выигрывают. Да, при этом мы отмечали не так много импакта от него. Говорили о том, что на оверпасе. Да, на оверпасе точно его не было. Но сейчас собрался. Занимаю там мид. Занимали, по крайней мере, Navi Junior. На ранних таймингах. Сейчас у нас раскидочка под базу А. Отрезают Погорелова. На рандомил смочок забрал Пепзора. Фир также потучился минус просус. 4 в 3 ситуация. Очень тонкая. Там в спину заходит Кива. Интересно, получится ли у него выиграть перестелку у Фира. Да, Погорелов получает еще один смок у нас под выход из руин. И пока теряется Кива. Это было важно, учитывая, что это гвоздь, который залетал через позицию сзади. А Ункер находит еще и КСТ. Бомба падает. И на этом, по сути, раунд у нас заканчивается. Главное, не по одному. Действовать с ребятами с Navi Junior. Убить Орегали. Не получается, это Ункер, который вышел. Но почему не договорился с Погореловым тем же, например, чтобы сыграть как-то вместе. В этой ситуации я понимаю, что есть огромные шансы на взятие раунда у команды Navi Junior, потому что бомбу они контролируют. Но при этом, главное, еще многие свои девайсы не потеряют. Хотя Регали, как же хорош. На самом деле, мог еще убивать Погорелова, но Синикс не отпускает. 11-13. Navi выстояли на точке А. И здесь обошлось, я позволю себе сказать, не без доли безумного везения. Почему? Потому что это фраг Смок от Погорелова. Это фраг в слепую нереальную от Фира. Еще и Моносей был на планте, на самом деле. Так что тут раунд мог заканчиваться еще раньше, если бы Илья попал. А судя по тому, как я слышу выстрелы с АВП со стороны защиты, и в итоге они улетают в молоко, Илья довольно часто промажет сейчас. Ну, посмотри даже на стату. Это не так часто происходит, что Монесси на последнем месте по фраге с Аункером. Да, а как только что не попал, на самом деле, это очень обидно. На Зиге все было. У него был респаун, чтобы выйти, первого забрать, но там предательский, просто пуля не залетает. 5-4 Navi. Потеряли важную фигуру в своем раунде. И как же играет Фнатик? Очень медленно оставляет КСТ до последнего под точкой А. Фира перетягивается, чтобы контролировать центр. А Фнатик никуда не спешат, у них все карты на руках. Они часто так делают, когда зарабатывают преимущество, начинают… И правильно делают. Ползают. Ну, правильно, да, конечно. Все четенько. Довольно большой процент вероятности, вернее, скажем так, того, что ребята заберут раунд в численном преимуществе. Стягиваются сейчас на мид. Фнатик разен. Navi пока никаких критически важных решений не принимает. То есть, с точки зрения, наверное, риска. А, нет, все-таки принимают, они втроем на B. Идет раскидка на эту позицию, но сюда выхода не будет. Это будет фейк. Фнатик очень часто действует подобным образом. Они изображают, оставляя одного-двух игроков под одним плентом, изображают выход на эту точку и при этом смещаются на другую. Киев, Погорелов, проигрывает эту дуэль. Киев, отличный выстрел. Там уже регалий с АВП контролирует проход. Сейв. И это сейв от Navi Junior. А тут еще вопрос. Здесь еще и Киев, да, который не даст засейвить. Там еще через шорт, возможно, кто-то подключится. Коварствует. Коварствует Киев и Пеп Зор вместе с ним. Ой, тяжко будет, на самом деле, сохранять эти девайсы. Понятно, что у Фнатик Райзен тоже. Там есть какие-то вопросы по деньгам. Но они уже выходят на четвертый. На четырнадцатый раунд. И как же сейчас засейвить это все? Ну, стоит похвалить Фнатик Райзен по тому, как они провели этот раунд. Убив острого снайпера. Выходящего на зиг. Ой, фер еще взорвался после убийства процесса. Видимо, хп потерял где-то близко. Находился возле бомбы, там на центре. Ай-яй-яй. Важный девайс теряется, потому что, ну, опять же, вы понимаете сами, что два только сохраняются. Два дропа. И кому-то придется уже налегке. Бегать или же хватит там денег? Ну, нет. Лежит девайс на земле для Ункера. Кстати, Евгению тоже было бы неплохо включиться, потому что не хватает и в огненной мощи. Зачастую Афнатик готовы выходить на матч-поинт. Напоминаю вам, что это вторая карта в Best of 3 противостояние за последнюю квоту на лан-финал, который пройдет в конце августа в Киеве. Близкий зиг от Ункера и Синикса. Синикс отворачивается от возможных флешек через смок. Но Афнатик Райзен на шифт вообще у нас не отпускает 80% времени. И это работает? Мне нравятся птички. Вообще вот эти вот фон задний. 26-й раунд. 14-11. Мне нравятся птички. Мне нравятся птички. Слушай, ну я пытаюсь, ты понимаешь, я сейчас просто... Слушай, ну сейчас накал страстей. Да, мне тяжело. Я пытаюсь балансировать и как-то отвлекаться от того, что команда Navi Junior проигрывает, чтобы меня потом не обвиняли в этом, как это называется. Ты понял. А ты, можно сказать, не привык у нас. Не объективно. Да не привык, потому что не могу я, понимаешь? Тут вроде даже другие чуваки играют. Ну понимаешь, все равно. Ладно, все. Navi Junior сейчас вдвоем сели в тюрьме, кстати. Это важный момент. Но поможет ли им эта команда? Ой-ой-ой. Натик Райзин начинает захотеть на базу B. 35 секунд до конца. Здесь Моноси. Моноси сложно будет на самом деле, потому что туда флешка летит очень часто. Такая, которая тебе не позволяет вообще как-то развернуться, раскрутиться, делать свои минусы. И как сыграет двойка Синикса Аункера, тоже это важно. Они уже отошли, уже понимание, наверное, есть о том, что, возможно, это выход на точку B. Моноси убивает одного Синикса, потеряли при этом просос. Дальше не вышел против Аункера, это было важно. Занимает угол Аункер. Просто жить, выживать. Даже над этой поддержкой от Моноси. Погорело в Моноси. Два минуса. Остался последний Регали. И у него мало времени. И без зума там попадение было в конце от Моноси. А что по деньгам? А по деньгам тонко все. На самом деле плохо. Откровенно говоря, там у прососов все просело. 1850. Есть 4800, самый богатый у нас Киева. 400 от Регали. И надо ставить паузу. Или даже без нее решиться на пистолеты с арморами. И то не все. И уже выкатывать свой бай на следующий раунд. Моноси, конечно, красиво закончил раунд. Нужно больше подобных моментов. И это четвертый тайм-аут от рожденных побеждать юниоров. Да, очень близкие ребята к тому, чтобы отлететь. Ну а заруба на самом деле. Вот вчера этого не было. Вчера, как вы помните, был матч первый Virtus.pro против Astralis. Там Салат и Датчане отлетели без шансов. Ну и тоже произошло с ВП против Na'Vi Junior. А сегодня плотненько. Видишь, несмотря на оверпасс, да, вот такой смазанный, особенно в начале. Все равно была заруба. Все равно казалось, что игра плюс-минус равных коллективов. Ну, кто-то, наверное, чуть сильнее в конечном итоге. Да, нужен запал команде Na'Vi Junior сейчас. Вот они понимают по экономике. Я понимаю, почему поставили паузу. Потому что нужно было посчитать деньги в том числе. Это то, в чем они, возможно, просчитались на оверпассе, когда проиграли раунд деглам. В той самой концовке. В коннекторе плюс на точке А. Да, не исключено. Синикс опасно играет. Ой, регалий мог попасть. Там флешка будет какая-то. Вот команды атаки. Нет, там со смоками заходят у нас ребята из команды Fnatic Ryzen. Молик под себя у Синикса шикарный. Горят у нас регалии. Просто справдно забирает одного опорника. Второго тоже обвиняют. Фир! Им сгорает Киев под его воздействием. Фир пытается выйти. Герой нет. Ну что? На два дегла подошел. И там просто скинулись регалии Киев. В итоге до него Монеси на хелпе. И этот авик, который не может, наверное, раскрутиться. Слишком уж мало у него шансов выйти на позицию и помочь Погорелому тоже нечем. Бомба стоит уже. Есть, конечно, два набора дефузов у Погорелого и Монеси. Но они под шифтом уходят на сейв. Потому что в следующем раунде денег не будет у команды Na'Vi Junior. Ой-ой-ой. Вот не хочется, конечно, разбирать, где какая-то, может быть, была ошибка. Там, может быть, не та позиция. Но слишком много просто эмоций. Слишком много импульсов. Да, много хаоса. И я понимаю Фира, который пытался выйти и стать героем этого раунда, может быть, разменять. Он понимал, что там одного опорника уронили, ладно. Второй разменялся. Там одного Киев только убили. И Аункера разменяли тут же в этом мясе. Какие-то были лоу-бай вообще. Но, возможно, стоило все-таки подождать своих тиммейтов. Подержать 90. И на дистанции отстрелить эти пистолеты. Хотя это решение, оно, знаете, не то чтобы ошибочно. Ни в коем случае не хочу об этом сказать. Оно могло быть гениальным. Но таковым не стало просто потому, что были готовы Фнатик Райзен. И два тегла просто смотрели 90. Все, так и получилось. Это не ошибка. Это попытка взять игру в свои руки в очень важном раунде, на самом деле. Просто не получилось. Я смотрел на тегле. Не могу. Возможно, мы милеем. Да. Да, мы не можем, я не думаю, что опыта будет. Опыта будет на 2-сиде. Я сидя в Смоке. Я на логе на логе, Канда. И мы делаем double-пик, как и у меня на универ. Он не университет, но у него на университет. Я на Смоке. Я на Смоке. Я на Смоке. 1, 2, 3. Я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Лев-сиде, дай! Я не знаю, что я на Смоке. Я на Смоке. Вдох. Вдох. Топ Studiesом, самой. turtle. Я должен быть. Я должны быть певе, чтобы у кого-то до 40. Укопсих у меня, мимо-то. Ты côté devойIN, мимо-то. Ты можешь дай Brend, а прийти на логе? Да, я-ка. Чит? Поbies бы спасибо за и минул, если бы я questions, я думаю, что-то на 2b и 2а. Вдох. Попробуем. Maybe we can boost. Yeah, let's just focus on full clearing. I'm gonna go to the right side Pepe, not clearing left. I don't think they have main control. Maybe took it after. I don't think so. Wait a bit. Nothing boost. I don't see anything temple. On CT, he's driving. Can you smoke connector? Yeah, I can. Smoking con. You can flash CT as well. Yeah, I'm gonna flash CT now. One con, you can plant. I'll spam him back if you plant. One more, one more Pepe. Don't have one. Okay, that's okay. Good round, they don't have money. Yeah, they don't, they really don't have money now. Yeah. The device was lost. But I'd like to concentrate on the positive. How good guys together together. Yeah, as always. How they always stayed. They always do it. All right, let's go. Let's go to the point. In the end. Well, Pogoerelov, yeah. He won't kill the opponent. He won't kill the opponent. He won't be in a different timing. He won't be through the right side. He won't kill the opponent. But, at the same time, it was too much. At the same time, we didn't expect to have a lot of players. But they managed to give us a lot of time. And if you want to develop a player, you can take a example. For communication. It's very calm. Yeah. It's not a situation. It's not 2 against more. 2 on 2. There's already a bomb. So, Na'Vi, after this round, there are still big problems for economic. It's two FAMAS, MP9 and AWP. And, at the same time, it's not a lot of grenades, as we wanted to fight for the center. And, now, there's a target on the B. There's three YKs. There's a shield. Monosys AWP looks banana. Well, the Fnatic Ryzen is getting closer and closer. He's getting closer and closer. He's getting 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 closer. I guess, here's something. I don't know what to call this. It's hard to kill. It's hard to kill. But Monosys cut a second one. Then they can't do Unkera yet. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. He's getting closer to Monosys. A Unkar, taking him down. Tro길 Monosys. He's getting closer. It's a reverse. Cinex needs to help to give. Cinex Monosys. He's the Q? He's fouling. B. And Chkaacry! He's taking over again. He's getting closer. He's getting closer. He's getting closer. На планете там смоки помогают отойти. Сейчас игроку атаки. На самом деле это очень важно. Халява. Нет. Погорелов ждет. Пока что на самом деле знает, что возможно оппонент красный. Поэтому не стоит импульсивно как-то пытаться пройти. Но с другой стороны время играет против бойца команды Нави Джуниор. На банане не увидел. Дальше дефузнуете рисковать. Возможно Погорелов погибает. Пи-обзор. Минус 3 в концовке. Все-таки Фнатик.